Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет такая интересно-познавательная, скажем, тема. Ну, в общем, как-то так мы ее назовем. Видите, что тут у меня лежит какая-то, вернее, стоит какая-то непонятная баночка, да? И каких-то парочку непонятных пакетов. В общем, что хочу вам сегодня показать и рассказать. Сегодня будем макать марганцовку в бензин. Много я раз слышал от кого, что якобы насыпают марганцовку там в напальчник, либо в похожее такое резиновое техническое изделие закидывают в бак, и вроде после того, как машина там поработает или постоит, марганцовка должна воспламенить бензин. То есть и должен произойти, не знаю, возгорание, взрыв, что-то такое. А, так вот, пробовали мы уже растворять марганцовку в бензине. Многие, наверное, из вас просто это не видели. В общем, не важно. В общем, сегодня будем заниматься только этим. Сейчас что хочу сделать? Сейчас видите банка с бензином, марганцовка, пакетик, резинка есть, все есть. Сейчас засыплю марганцовку в резинку, завяжу, закину в бензин, закрою крышечку. Может, не буду закрывать, не знаю, посмотрим. Поболтаем. Поскольку резина, это она не масло-минзостойкая, то есть все должно, ее разъесть должно маком. То есть она должна раствориться в бензине и, соответственно, сам органец попасть непосредственно в бензин. И вас пламенится. Так что давайте посмотрим, получится у нас это или нет. Значит, давайте сейчас все это дело засыпем в баночку, посмотрим, как это все себя будет чувствовать. Насколько быстро бензин растворяет резину. Почему в банке? Потому что это все будет наглядно видно. Ну, а потом, сзади меня стоит там автомобиль. Он у нас как бы нормально для тестов. В общем, повторяем все то же самое уже не в банке, а в автомобильном баке. Так что погнали. Значит, для начала делаем что? Берем вот такой вот презерватив. Цвета как марганцовка пойдет. Сейчас марганцовочку откроем. Засыпем все это дело туда. И посмотрим, что у нас произойдет. Сейчас марганцовку-то найти, блин. Ни в одной аптеке нету. Оказывается, все в этих семенах, да во всех этих делах. Все перенесли туда. Я думаю, больше, чем достаточно. Думаю, все видно. Марганцовка там есть. Никуда она не делась. Вон она, смотрите. В самом-самом низу. Сейчас мы все это дело завязываем. Открываем баночку. И туда все это дело опускаем. И смотрим. Должно, по идее, его разъесть даже очень быстро. Так, ну все. Процесс пошел. Все, он растворяется. Прям очень хорошо видно. Махом. Прям очень быстро. Сейчас посмотрим, насколько быстро все это растворится. Да. Скорее всего, просто заткнет приемник бензина, вот эту трубочку. И просто прекратится подача топлива в двигатель. Она заглохнет. Чего он не хочет растворяться? Честно вам скажу, вот первый презерватив, который был туда опущен, вот этот красного цвета, он расползся вроде во все стороны. Но почему-то каким-то удивительным образом он так и не растворился до конца. Или я мало ждал. Но на самом деле времени прошло немало. Для такой толщины резины он должен был уже давным-давно там развалиться. Но все-таки, наверное, это потому, что, блин, и цена у него как бы такая довольно-таки немаленькая. Поэтому пришлось добежать до магазина и взять такие простые, там самые дешевые, короче. Дешевле уже не знаю, наверное. Уже ничего, наверное, дешевле не бывает. Может, только спички есть. Так, ладно, попробуем еще раз. Будем надеяться, что здесь качество соответствует цене. Так, берем марганцовочку, засыпаем ее сюда. Вот так вот, раз, 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 все отлично. О, нормально, пойдет. Все это дело завяжем. И еще разок. О, бензин. Поехали. Так. Процесс вроде пошел. Все нормально. Посмотрим, как сейчас у нас этот растворится. Теоретически уже должен был. Потому что все это происходит очень быстро. Насколько я знаю. И здесь он, правда, тоже почему-то не хочет растворяться. Быстро. Я не понимаю, в чем прикол. Короче, я взял другой бензин. Ну, то есть, в смысле, слил, короче, с другой машины. И попробую сюда пусть. Может, что-то с бензином не то, блин. Сложно ответить на этот вопрос. Посмотрим, что сейчас будет происходить здесь. Может, получается, значит, ребята, на самом деле, все как-то выглядит, блин, очень странно. А, скажу вам честно, видел я эти ролики, где у ребятам вот это изделие номер два растворялось там ровно там 3-4-5 секунд. Здесь же у меня в банке оно лежит уже давным-давно. И вот удалось так слегка один кусочек оторвать. И все. А дальше ничего не происходит. То есть, вот это вот изделие номер два, то есть, оно вообще как-то не поддается воздействию бензина. Что очень, блин, интересно, почему. Может, бензин у нас хреновый. Блин. А поехали-ка в лабораторию съездим, проверим бензин. На самом деле, так будет интереснее и будет веселее. Что за фигня такая происходит? На самом деле, или бензин плохой, или резинотехнические изделия у вас просто отличные. Отличные. Ладно, поехали, проверим, потом будем делать дальше. Ну и вот, ребят, значит, думал я думал, где мне проверить бензин на качество. И в социальных сетях нашел, что именно сегодня в нашем городе будет проходить так называемый день качества. На одной из АЗС нашего города будет стоять мобильная передвижная лаборатория компании «Газпромнефть». И все желающие, ну, абсолютно все, абсолютно бесплатно, с любой заправки, могут взять бензин, привезти им туда на анализ. И они уже выдадут результаты по соответствию качества бензина. И такой вот, ребят, немаловажный факт, что пробы, которые мы везем туда, соответственно, мы подписывать не будем. Да и вообще этого делать не надо, чтобы ребята с мобильной лаборатории «Газпромнефти» не знали, какой бензин вы им привезли. То есть отсюда можно сделать вывод. Вы можете проверить любую свою заправку, которая у вас находится либо около дома, либо около работы, на которой вы часто заезжаете. В общем, взять оттуда бензин и отвезти на пробу и посмотреть, что же это за бензин. Хороший он на самом деле или нет. Ну вот и поэтому, ребята, сейчас я поеду к мобильной лаборатории «Газпромнефти», чтобы узнать, какого качества у нас бензин участвует в эксперименте, хороший или плохой. Погнали. И куда мне поставить эти анализные баночки? Он начальник лаборатории примет сейчас. Вы начальник лаборатории? Да. Это 92-й? Хорошо. И это 92-й? Да. Только с разных заправок. Все, понятно. Не, надо... Акроба 1-2. У вас номер 1 и номер 2 все обостряю? Да, номер 1 и номер 2. Да, мы сейчас дождемся, пока нам выдадут листочки. Вот так вот, ребята, на самом деле все оказывается просто. По результатам испытаний, октановое число по моторному методу 81,9 при норме для 92-го, 83. Ага, уже мимо. По исследовательскому методу, фактически результат 89,5 по норме для 92-го, 92. Понял. По гос. на продукт, я вам скажу, что все в норме. Так, ну что вам могу сказать? Бензин, в принципе, нормальный. Хотите убивать движок, убивайте. Так, смотрим на этот. Да, 83,1. Ага, вижу. Октановое, да-да-да. Норма 83. Так. Вот 83. По исследовательскому методу 92,1. Для 92-го норма по гос. я вам сразу скажу, не менее 92. Угу. И плотность у него хорошая. Это очень хорошая и фракционная. Здесь претензий нету к этому топливу. Значит, ездил в лабораторию. Почему такая идея-то? Я пришла поехать в лабораторию, потому что что-то в голове крутилось, что вроде что-то такое ВКонтакте видел. И на самом деле прям четко. Что сказали там, что это, блин, это настоящий бензин. Я не понимаю, почему тогда у нас резина так плохо разъедается бензином. Что у нас стали изделия номер два такие прочные, что прям сутки придется ждать, потому что реально лежало в бензине, ну где-то полчаса точно. А за это время вот этот, ну он же тоненький, очень должен был вообще практически раствориться. Значит, либо это какая-то фигня насчет того, что все это дело там быстро растворяется, либо это, наверное, какой-нибудь ацетон, не знаю, или что-то такое должно быть в бензине, чтобы все это дело так быстро растворилось. В общем, короче, суть не в этом. Вот, как вы сами видели, просто обманывать никого не охота. Вот на самом деле, да я и не обманываю никогда. Вот как вот получилось, ну не растворяется он там, ну что я могу с ним сделать, блин, не растворяется. Вроде уже и болтаешь, его на отвертку уже крутил, ну бесполезно, ну не хочет, блин. Значит, что будем делать? Значит, будем просто так туда засыпать нашу марганцовочку. Там ее еще очень даже чем достаточно. Давайте насыпем. Ну и вот что происходит. В принципе, что и следовало ожидать. Происходит ничего. Смотрите. Ну и вот смотрите, ничего не происходит, абсолютно. И самое что интересное, марганцовка не растворяется, потому что воды нету. Нету воды в бензине, соответственно, раствориться ей не в чем. Давайте сюда тоже засыпем. Фиксим, не жалко. Ой, здесь поменьше осталось. Ну ладно, не беда. Так, что у нас здесь? Ага, то же самое, ничего не происходит вообще. Вот вам наглядный пример, что будет, если марганцовка попадет в бензин. Ничего. Ну единственное, что можно только узнать, а есть вода в бензине или нет. Потому что по теории она должна подкраситься. Поэтому, ребята, смотрите, что получается. Марганцовка просто падает, она не растворяет, никакой реакции не идет. Поэтому даже если засыпать в бак, то по факту получится, что она просто так же упадет. Если нету приемной сеточки, она потом пойдет по трубкам, где-нибудь что-нибудь забьет. Ну, по крайней мере, то, что она останется в фильтре, это прям 107%. Как разбавить бензин с водой, честно скажу вам, не знаю. Не было у меня такого опыта. Не приходилось мне никогда разбавлять. Но можно просто взять воды и залить. Ай, посмотрите, что будет. В любом случае она же должна сейчас на дно упасть. То есть, если в бензине есть вода, типа того, что марганцовка там должна раствориться. А посмотрим, не знаю, не знаю. О, видно, что марганцовочка в воде растворяется сразу. Но она от бензина отделяется. Вот видите, какая штука. Ну, прикольная какая получается фигня-то, а. Хотя, подождите, я знаю такой небольшой лайфхак, как убирать воду из бака. А убирается это дело в старой-старой книге 100 вопросов, 100 ответов, которые было прописано. Если у вас в баке есть вода, возьмите спирт, залейте в бензин, и вода должна раствориться со спиртом. И, соответственно, уже вот этот спиртовой раствор раствор растворяется в бензине. Давайте попробуем. Но спирт у меня, ребят, правда, есть, он такой не этиловый, а изопропиловый. Что же у нас из этого получится? Ого, смотрите, смотрите, все пошло. Так, с бензином-то он лихо перемешивается. А, что-то с водой нифига. Давай, 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 давай. Хоть чуть-чуть. Ага, смотрите, здесь стало мельче намного. Ура! У меня получился мутный бензин. Ну, похоже, все эти частицы все равно осядут. Еще побулькать, еще побулькать. А вдруг не осядут? Так. Что-то такое уже на растворение воды в бензине уже похоже становится. Стал он мутный. Это о чем говорит? О том, что, похоже, немного воды мы все-таки в этом бензине растворили. Ну, вот, ребят, значит, что получилось. Видите, бензин все-таки стал немного мутным. Все-таки немного воды удалось растворить. В общем, что-то, да блин, у нас получилось. Ну, и по факту то, что вот этот миф о том, что марганцовка при попадании в бензин воспламеняет бензин. Все это, как вы видите, все это фигня. Ну, и теперь, ребят, давайте все-таки подведем наш эксперимент. Все-таки, ну, не к финалу, но к самой его интересной части. Вот у меня машина, которая заводится, все нормально. Воронка вот такая. Так, взял еще пакетик марганцовки, пока ехали сюда. Вот такой большой, все нормально. Ну, вот, честно, не знаю, как его туда высыпать, потому что горлышко узкое, я думаю, все поприлипает. Короче, сделаю проще, высыплю его сюда вот, в эту саму воронку. Вот так вот, хоп. И теперь этим бензином ее смою. Хоп. Вот так вот. Ну, и теперь самое интересное. Давайте мы ее заведем, и пускай она потарахтит. По мне, так кажется, вообще ничего не будет, поскольку сама марганцовка, она просто не растворяется в бензине. Ну, единственное, что она может сделать страшного, ну, это где-то, в общем, забить или трубки, или еще что-то, или приемник. Не знаю. Все, будем сейчас пробовать смотреть. О! Да, она без глушителя. Рычит, правда, сильно. Но фиг с ним. Ну, пока работает, давайте подождем, посмотрим, что произойдет. А, значит, что происходит? Вот она стоит, просто работает. Просто работает, и все. И ничего такого страшного не происходит. Можно показать. То есть автомобиль работает абсолютно нормально. Ничто ему не мешает, никакая ни марганцовка, ни... Все в порядке. Все отлично. Все здорово. Ну, и чтобы уже точно прям 100%, сейчас заставлю, пускай она еще там 10-15-20 минут потарахтит. А, может быть, все-таки хоть что-нибудь туда затянет. Хотя, как затянет? Там же фильтр топливный стоит. А, это в любом, в любом автомобиле, кстати, стоит фильтр, да. Ладно, поставим на всякий случай. Посмотрим, что будет дальше. А, итак, что происходит? Работает она, честно вам скажу, блин, не засекал. Ну, как вы можете видеть, я думаю, это заметно будет. Что на улице уже даже стемнело немного. То есть, все, надо уже быстренько все заканчивать, снимать, иначе нифига не видно будет. Автомобиль как работал, так и работает. Абсолютно нифига не происходит. А кто там пугал, что там марганцовка в баке, там что-то взорваться должно, там. Или, наоборот, типа марганцовка, попадая в двигатель, там что-то двигатель заклинит. Как она попадет в двигатель? Если там стоит, блин, фильтр, а она в бензине не растворяется. Все отлично, все супер. Как работало, так и работает. Так что, ребят, все вот это фигня, выдумки, байки, не знаю, сказки. Не верьте. И конкретно вот вам показал сейчас, что ничего не произойдет. Абсолютно ничего. В последующем говорю же, что может быть единственное, что либо трубки, а либо фильтр забьет. Потому что потихоньку он все равно начнет его тянуть оттуда. Ну, и это все. В принципе, ничего такого страшного не произойдет. Так что вот, ребят, еще один мой, можно сказать, миф развеялись с вами. Все нормально. Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте, также на Инстаграм. Ссылочки будут внизу. Что-нибудь предлагайте, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok